Дорогие друзья, всем сильно повезло, поскольку у нас сегодня живой, здоровый, целый, невидимый Игорь Николаевич Морозов. Ура! Я в начале нашей встречи обещал вам представить удивительные судьбы человека. Наверное, он из нас всех, прошедших Афган и другие горячие точки, самый отчаянный, самый заслуженный, самый героический. Я прошу Рената Шавькова, подойди сюда. Еще, еще. И вот видите, вот там нарисованы портреты, даже нет, да? Гуашью, акварелью. Ренат это делает все шариками-ручками, не отличишь от подним. Но не в этом его величии, а в том, что он в Афганистане, уже разведчиком, по линии Гуру, военным разведчиком. Потом он формировал батальон спецназа в Таджикистане, да? Ну, в бандах, в бандах. Потом он учился в академии здесь. Это грушный офицер-старший, запретный свою империи Советскому Союзу, да? Он воплотил женой и ребенком одними. Просто их убили там. Зная, кто их отец и кто ее муж. Он вытащил, удалось спасти одного. Сейчас растет, парень вырос уже, похож на своего отца и будет таким же боевым офицером, как Ренат Большой Вен. Еще самое главное. В 79-м, мало кто это знает, в 79-м году, в декабре, на одной из вершин Гендуху, уже там сколько превышение? А, не в этом, в этом, в прошлом году. Нет, а те, в 79-м. А, в 79-м, значит, превышение высокого вершин Гендуху? Да, да. В 74-м году. Семь с лишним тысяч. В Паншерском ущелье ругали. Да, самолет-десантник. От 3 до 4 тысячи метров. Самолет-десантник. Не долетел он до Кабула, не до Баграма. Там было больше 100 пти человек десантуры. И никто, никакой правительства, никакие президенты, никто вообще, ни в Советском Союзе, ни в командовании, ни маршала нашего, ни министра обороны, самый лучший за всю историю. Никто не позаботился о том, чтобы ребят, которые герои, они летели на войну по приказу. Но десантники, вы знаете, от ударной войска, никто не подаботился о том, чтобы из силы ему хотя бы доставить их тела. Никто. Этим занялся вот Ренат, Шафик и его друзья. Вот сегодня, он третий, какой ты раз уже идешь туда? Третий. Третий раз, а прошлошь, он двух вытащил оттуда. Замороженных, конечно, но вытащил. Как он проходит туда, это секрет. Разведчик Шафик, вот через все границы, в том числе и пахистанские, без виз, без них ремен. Это отчаянный воин, отчаянный спецназ, натуральный. Ни кабинетный, ни арбатский, никакой. Полевой командир спецназа. Вот я прошу любить и уважать. А еще у него выставки проходят. И если вы когда-нибудь увидите надпись Ренат Шафиков, приходите обязательно. В Одинцово он там проживает со своим сыном сейчас. Ну и где-то, и в музее Парамбойск. Приходите, увидите. А мы поможем ему рассказать о том. Ну там все понятно из его рисунка. Все понятно, все его жили. Ну вот, поприветствуем человека. Он это удар что? Он один из героев, обгарский гранит. Я понял. Ну, конечно, так все опасно, да? Ну, опасно. Ну вот книга есть одна, вот иллюстрирована моими рисунками. Да, вот тут, вот этой книги, книга уникальна, кстати, вот она. От начала до конца это делали... Где делали? В чете, да? Антология о афганской песне, да? Вся она иллюстрирована Ренатом Шафиком. И много чего, что касается афганской войны... В прошлом году мы были в Афганистане, в 2011 году, впервые за всю историю отечественного альпинизма, советского и российского альпинизма, совершили восхождение на самую высокую вершину Афганистана, гора Нашак. 7492 вершина. Значит, вошли с района Ишкашима, вошли в провинцию Бадашхан, от аджик-авганской границы, прошли к авгано-пакистанской границе. Вот такой вот ночью. Значит, 40 дней были в Афганистане, 45. Значит, недельный подход к вершине, потому что минные поля, неконтролируемая территория противника. Ну, будем говорить, непонятно, какие личности. Ну, вот пришлось группу вести, я был руководителем. И мы впервые за всю историю взяли самую высокую вершину Афганистана, это прошлый год мы взяли. Сейчас в этом году мы будем брать самую высокую вершину Тиличмир, то есть мы сейчас летим в Пешевар, вот в июле летим в Пешевар. В Пешевар поднимаемся наверх, идем по Четральской зону, Четральская зона, это северо-западная пограничная провинция. Сейчас она называется с 2010 года Хайбер-Поктунхва, земля Хуштуна. Вот, Четральская зона, конечно, Четральские народы, которые живущие в Четрале, не признают эту провинцию. Воинствуют свои законы, Пакистану не подчиняется. В связи с тем, что там в основном баханские народы, нуристанские, калаши и другие прочие народы. Мы будем брать четыре семитычника, на самую высокую вершину Гиндухуша, Тиличмир, 7708. Будем опять же брать на шаг, со стороны Пакистана будем заходить, мы со стороны Афганистана зашли на него, на самую высокую вершину Афганистана, на афганно-пакистанской границе будем заходить в пакистанскую территорию. Будем брать третью величину, третью вершину Тиличмира из Тарунал, вершина 7403, и в районе находится около 25 семитычников, которые еще никем не взяты. Вообще, ваханский коридор, это где находятся эти вершины восточного Гиндухуша, малоизучены, малоизвестны. Народы там стараются спастись от того, что там почти по сей день, будем так говорить, у них язычество. Они стараются сохранить свой быт, нацию сохранить. Они голубоглазые, рыжие, калаши, муристанцы, ваханцы. От всего ассимилирования пуштунов, которые насилием заставляют четравы, они хотят отделить, вся такая территория тяжелая. Поэтому туда никто не ходит, никто не берет эти вершины. Вот мы впервые туда пойдем брать эти четыре вершины, 7 тысячи вершины. Ну и я что хочу сказать, прошлогодняя экспедиция, у нас вышел такой альбомчик, мы сделали. Я хочу презентировать, подарить Михаилу Калинкину, Игору Морозову с нашей экспедиции. От участников в экспедиции Восточный Гиндухуш. Мы все рады, все знают Игоря Морозова, Михаила Калинкина. Понимаете, песни афганские и бардовские, песни военные. Вот если братья Афганистана, я 12 лет был на войне, даже больше, наверное. Просто из 18 лет календарных. И понимаете, каждая песня, если слушать авганские песни, Михаила Калинкина, Игоря Морозова, Виктора Версакова и многие другие. Голубых беретов, прочие контингенты. Когда идешь, понимаете, когда ритм, тропа, ритм, песня, ты идешь, ты просто берешь все. Просто идешь напролом. Что бы то ни было перед тобой, ты напролом идешь. То есть вот спасибо, вам большое спасибо, Михаила Калинкина и Игоря Морозова, что вы есть. Вы нам помогаете, вы нам помогаете двигаться вперед. Вы нам помогаете двигаться вперед. И то, что мы всегда вас видим, всегда вам помнят, знаете, вы всегда с нами в горах. Вот у нас будет экспедиция опять с 20 июля по 15 сентября. И всегда, когда мы остановимся в лагере, пусть это будет на высоте 5 тысяч, 6 тысяч, 7 тысяч вершина. Пусть это будет тяжело, всегда, как вспомнишь ваши песни, будет на душе легче. Вот всегда я вот вам дарю наш презентированный альбом «Восточный биндукуш» от имени участников, альпинистов «Восточного биндукуша». Спасибо. Вот, как группа наша, так и управляет. Морозов, вы наплеваете с тебя, конечно, своему творчеству, а я... Да не плеваете, просто, не понял. Я спецназил. Спасибо. Спасибо. Вам тоже больше. Спасибо. Иди, бой. Спасибо. Спасибо.